Я одеваю очки и я могу видеть любой дрон, который летает на определенной частоте. Например, на частоте 57-32. И здесь я, например, увижу свой дрон. В дрон-рейсинге задача участников пролететь заданное расстояние быстрее всех. В очках они видят все то же самое, что и дрон. Поэтому важно иметь хороший вестибулярный аппарат и развитую мелкую моторику. Конкурс состоит из пяти этапов. Перед соревнованием участники проходят длительную подготовку. Каждый спортсмен собирает, паяет и продумывает конструкцию дрона самостоятельно. Случай поломки участника дисквалифицируют. Напечатал на терпинтере из пола пластика защитки для моторов, чтобы их как-то сохранить. И из ТПУ пластика напечатал рог, чтобы он переворачиваться мог. И крепление для антенны. И все остальное ты тоже сам собрал? Собирал, да, сам. И скомплектующий готов. Участникам от 9 до 49 лет. И все они соревнуются в одной возрастной категории. Как утверждают пилоты, в этом виде спорта главное не возраст, а реакция и мастерство. Первое – это всегда мастерство. То есть в мировой практике побеждает не самый быстрый дон, а самый опытный пилот. Нельзя пропускать ежедневные тренировки. То есть нужно постоянно держать на уровне свой навык, не терять его. Это вот как птицы летают, вот они все видят сверху аккуратно, там все красиво. И вот здесь ты полностью погружаешься в это вот невероятное ощущение свободы полетов. Никаких рамок, никаких границ. Для пилотов следующий год обещают быть насыщенным. Одно из крупнейших соревнований по дрон-рейсингу пройдет уже в августе.